В эфире новости МИЭТ-ТВ в студии Евгения Лукина. Здравствуйте! В понедельник в МИЭТе прошел однодневный семинар от компании Imagination Technologies. Инженеров, преподавателей и научных работников познакомили с промышленным микропроцессорным ядром MAPS MicroActive App. Компанию представил Юрий Панчул, технический консультант-менеджера проекта Роберта Оуэна. Семинар прошел при поддержке кафедры вычислительной техники. 24 октября в МИЭТе состоялась приключенческая игра Fort Boyard. За мероприятием наблюдал Никита Сергеев. Знакомая многим с детства игра перенеслась из экрана телевизора в МИЭТ. Проверить себя на прочность мог любой желающий. Участники разбились на команды по 6 человек и после краткого инструктажа разошлись на этапы. В большинстве испытаний мог участвовать лишь один член команды. На каждое задание отводилось определенное количество времени. Если испытание было пройдено, то команда зарабатывала одну подсказку. Уже с первого задания игра заставляла побороть свои страхи и сделать шаг в неизвестность. Ради своей команды участники были готовы на все. Не щадя себя, они ныряли в чаши с водой, с закрытыми глазами пробирались через лабиринты и преодолевали полосы препятствий. Некоторым достались задания, испытывающие их вкусовые рецепторы и интуицию. Больше всего мне понравился этап, когда нужно было найти конфетку в одном из трех сосудов. Мы, конечно, не справились с этим этапом, но смотрелось это довольно ужасающе со стороны. Игроков проверяли на ловкость, скорость, меткость, аккуратность, эрудированность и даже на хитрость. После прохождения всех этапов команда должна была разгадать загадку, используя заработанные подсказки. Какое место займет коллектив зависело от исхода последнего испытания. Победа достается тем, кто сумеет вытащить наибольшее количество звездочек из клетки. К этому заданию у каждой команды был свой подход. Сами организаторы тоже отличились своей креативностью. Некоторые из них сделали оригинальные костюмы и очень правдоподобно перевоплотились в героев в ТВ-шоу. Вообще, сальц-фора скучает. Сальц-фора нужны собеседники, поэтому забегайте. Большинство участников остались довольны событием. Наверное, самое сложное было болеть за члена своего команды, который проходит этап. Но зато, когда сам проходишь этап, эта поддержка очень помогает. Мероприятие помогло студентам отдохнуть от ежедневной рутины и получить порцию хорошего настроения. Никита Сергеев, Станислав Михайлов, МИЭД-ТВ. На прошлой неделе в спортивном комплексе нашего университета прошла встреча сборной команды МИЭТа по волейболу со сборной РГУПа. Подробнее в репортаже Татьяны Логиновой. Сегодня, 20 октября, мужская сборная МИЭТа по волейболу проводит первый в этом сезоне домашний матч. Соперником наших ребят стала команда Российского государственного университета правосудия. Игра прошла в рамках высшей лиги Российского студенческого спортивного союза города Москвы, в которую сборная МИЭТа вышла в прошлом году. С первых секунд матча наши ребята уверенно вырвались вперед, оставляя соперников далеко позади. Так, первый тайм окончился со счетом 25-14 в пользу команды МИЭТа. Второй и третий таймы стали для наших волейболистов не такими легкими. Однако искусство владения мячом, сплоченный коллектив и командный дух привели ребят к победе. И матч завершается со счетом 3-0 в пользу сборной МИЭТа. Это была наша первая домашняя игра в МИЭТе. И мы, в принципе, очень довольны результатом. Для вката в сезон, наверное, да, пока, потому что мы не в лучшей форме. Но надеюсь, мы улучшим свою игру в будущих играх. Мы только что вышли в высшую лигу и надеемся на достойное сопротивление командам. Показать достойную игру, ну и хорошо выступить. Следующий домашний матч нашей сборной пройдет 3-го ноября. Соперником станет команда Российского государственного университета нефти и газа. Приходите и поддерживайте наших ребят. Татьяна Логинова, Андрей Глебов, МИЭТ-ТВ. 25 октября состоялась первая домашняя игра хоккейного клуба «Электроник». О развитиях и итоге соревнования в сюжете Марии Кораблевой. Первые минуты матча для нашей сборной оказались непростыми. Противникам удалось забить шайбу на начальных 20 минутах. Несмотря на отчаянное сопротивление ребят, первый тайм завершился со счетом 2-0 в пользу команды хоккейного клуба «Дизель». Во втором и третьем таймах напряженная борьба продолжалась. Наши ребята показали настоящий командный дух и стремление к победе. Это позволило не только сравнять счет, но и вырваться вперед. Первая домашняя игра завершилась со счетом 6-4 в пользу хоккейного клуба «Электроник». Сегодня игра была очень напряженная для нас, она очень была важна. Ребята понимали это, и мы были заряжены на борьбу. Правда, первые два периода мы как-то вяло начали, посыпались, наверное, немножко. А потом третий период, конец второго, уже начали собрались и показали свою игру. Ребятам предстояло показать себя опытными и напористыми игроками, чтобы дойти до победы. Для этого необходимо не только умение искусно владеть клюшкой, но и поддержка болельщиков. Всегда знайте, что болельщики у вас есть. Много или мало, они всегда есть на матче или просто следят за новостями. Всегда играйте до конца, и насколько возможно с любым соперникам. Знаете, что непобедимых нет, со всеми можно играть. Я бы хотел поблагодарить всех наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы всегда рады вас видеть на наших матчах, потому что вы заряжаете нас энергией, гоните вперед. Спасибо вам большое, спасибо, что вы с нами. Мы вас всех очень любим и надеемся, что вы дальше будете нас поддерживать. Мы играем ради вас, мы играем для вас. Слаженная командная работа привела хоккейный клуб «Электроник» к победе. Это только начало сезона. Сборная «Миэта» ожидает встречи с не менее сильными соперниками. Приходите на следующую игру и болейте за «Миэтовцы». Всем известно, что в нашем университете большое количество студенческих организаций. Об активистских объединениях у «Миэтовцев» узнала Татьяна Логинова. Я знаю несколько студенческих организаций, таких как КВН, Донорское движение, также различные сборные, спортивные сборные. КВН, Студсовет, Донорство и Волонтерство. Я знаю студенческий совет «Миэт», в него входит множество отделов, волонтерский, отряд вожатых бит, Доноры, КВНщики и еще много всего такого. Донорское движение, потому что оно помогает людям, спасает жизни людей и, конечно, это очень важно. Я считаю, что донорство самое полезное. Мне кажется, волонтерская деятельность. Можно много всего нового узнать и поучаствовать в различных мероприятиях. Знаете, все интересны по-своему. Каждый найдет то, что ему ближе к сердцу. Это будет самым интересным. Волонтерский центр, в студенческий совет, в культмассовый сектор. Куда я хотел, туда я уже попал. Вот так вот. Появляется опыт публичных выступлений. У некоторых людей проявляются лидерские качества. Такие организации помогают студенту, конечно, развиваться очень многогранно. Для меня сейчас одни из самых личностей это преподаватели нашел. Алексей Кунюшков. Естественно, Никита Сахаров. Это, ну, звезда все-таки, звездышками. Это председатель студсовета в различных факультетах. Это все события на сегодня. Вы смотрели новости МИЭТ-ТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok